на нем несколько лет. Вот так рожавеет Булат. А если ухаживать, то рихнет. Маслости, кузеллины, ножны, все по желтому. Никакой рожавший наполеет. А не подскажешь для рыбаков, что посоветовать из вашей коллекции? Нашей коллекции конкретно? Вот такого плана надо. Вот такие. Это конкретно Булат. Если, например, брать по практичности сталь, то 95Х18. Она нержавеющая. Ее и править очень просто. Но у Булата преимущество, конечно, качество реза и ударной нагрузкой очень хорошо держит. Был у нас еще вариант из алмазной стали. По-моему, мы уже разобрали. Алмазная сталь – это относительно новая технология какая-то, я так понимаю? Не сказать, что новая. Это вообще сталь ХВ-5. Она почему называется алмазная? Потому что у нее закалка идет уже 7 единиц. Поэтому очень высокой твердость называют алмазной. У нее очень хороший рез. Очень хорошо держит режущую кромку, но тяжело сдачить. Со временем есть. Его возможно все-таки посадить со временем. То есть через пару лет у вас паз сядет. Заточить будет непросто. Ну а классика есть, что называется вне времени и вне пространства? То есть какие-то модели, которые во все времена входят с кроссом? Ну, если брать как разделочный вариант, вот такой вот у нас идет очень хорошо. Называется Кабан. С самого начала наша компания, как только начинала производство, начинали именно такие модели. И до сих пор они пользуются просто. Вот эта, да? Да, именно вот эта вот Кабан. Именно модель клинка формата. Он у нас есть в разных сталях, как в Булате, так и в 9ХС, например, так и в углеродистых сталях. Сколько? Такой будет 1500 рублей. Углеродку на 10. А за 1000 бывает у вас такой формат? Такой конкретно формат? 27. Это подобное. Надо искать, 95 каучина. Это не из пилы? Не точно. Да. А Кабан какая цена такой? Если вот 95 ка18, такой будет 3000 рублей. Сейчас сделаем. Если брать, например, из Булатова, такой 5,5. Угу. Или я могу ошибиться? Вот это, да. Это реплика. Реплика. Здесь вообще войсковой кортик. Это военно-марский. Ну, это более подарочный вариант, да? Да, подарочный. Но если, то есть, рассматривать его как натуральный, здесь 95 ка18 стоит сталь, и вся термообработка проведена. То есть, осталось только заточить, а он, в общем-то, становится боевой. А, ну, брали размеры, пропорции, это с классической, да, уже это? Да, не полностью. Ну, как помню. Ну, это российский, в смысле, до революции, или это уже вот это советский, ну, как бы последний? Нет, ну, это советский. Советский. Ага. Советский. Да. Так, а это что у вас, я смотрю, это? Ну, это шашка. Шашка, да? Да, по-друге шашки. С 95 ка18 вообще их делали из 65 г. Вот, здесь, конечно, по весу она потяжелее гораздо получилась. Как бы толщина обуха очень высокая. Ну, а боевые они такие были, да, в общем-то, боевые шашки? Чуть-чуть побольше согнута. Ага. Здесь, то есть, попрямее сделают. Ну, вообще, по-друге. А по весу я прослушал, сколько она будет по весу? Я вам не скажу наверняка, просто все это делают вручную. Скажем, не штамп, поэтому я, наверное, не скажу. Но я полагаю, что килограммного от веса, можете попробовать. Да. Достаточно. Да. Натуральные шашки были. А металл какой-то? Да. И он с 5 г. Ага. Рукоятка вот дерево какой-то, да? Это венгия. Ага. Да. Если знаете, мебель сделала. Да. Отдаю. Ага. А финки есть у вас, да? Да. Вот у нас здесь финочки представлены. Финкин, КВД. Стали разные. 95Х18. Да. 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 Такая будет пациентка. А нет. Амблиник. 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 Амблиник.